В этом стишке никакой русофобии. Кто б не подумал случайно, чтоб в сказочной солнечной долбоебии правил сказочный долбоеб. Собственно, в солнечной – это гипербола. В стране победившего долбоебизма солнца почти никогда и не было, зато были всякие катаклизмы. Ну, землетрясения, наводнения – это понятная ерунда, но у соседей все население вдруг выбрало комика, вот беда. Морщинками сжав свои узкие лобики, достав аркебузы, ножи и пищали, все долбоебые и долбоебики единым визгом заберещали. Он наш, долбоебский, честное слово, а чтобы он от нас не сбежал, скотина, ему, даем долбоебого слова, вручим долбоебскую паспортину. Ей, конечно, полное скотство. Так подставлять чужого гаранта вверх долбоебского долбоебства от чистого сердца, а не за гранты. Могло бы, может, и получиться, но в долбоебске случился проеб. Один долбоеб решил отличиться, и долбоеба назвал долбоеб. Суд его просто порвал на части, штраф долбоебский ему влепив, причем не за оскорбление власти, а за государственной тайны слив. Везде приговор раструбили, чтобы все знали с мурашками на спине, нельзя долбоеба назвать долбоебом. Если живешь в долбоебской стране, крепка, как сталь долбоебов тайна, кто ее выдаст, пусть ляжет в гроб. Но я одного тут встретил случайно, и сразу понял, он долбоеб. В краю петухов из говна сугробов, где каждому нравится тройки прыть, расселена до хрена долбоебов, и каждый пытается это скрыть. Идеи вечной долбоебизма все долбоебы с детства верны, считая ее при этом харизмой сказочной долбоебской страны. По скрипту. Ну вот и я внес свой вклад в флешмоб, Аруша не сказочный долбоеб.